13-16 стих Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчастье для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьей. Каринская церковь получила это письмо. Я мысленно пытаюсь проникнуть в то время, в ту обстановку, как они посмотрели друг на друга. Павел-то не случайно об этом пишет, он говорил о нарушениях. Самое главное у них нарушение, что они стали надбивать и высоко думать о себе, высокоумие. Все знаем, им не надо было подсказывать, а завелись такие дела, о которых мы сегодня считаем и удивляемся. Неужели это было в Первоапостольской церкви? Было. Он бы не писал об этом. Женщины с непокрытой головой были. Мужчины растили волосы, тогда были циники такие. Ну, в советское время хиппи назывались. Стиляги, помните? И апостол Павел все это подрезает. Сегодня находятся христиане, имя христиан носят, супер-христиане. Что бы ни сказал, а это все телесное, нам главное духовное. Захожу в аптистский дом. За кафедрой стоит женщина, седая без платка, проповедует. Ставит священниками женщин, епископами. И показывает, как они в форме играют в футбол. Может быть, это интересно один раз посмотреть. Но посмотрим в закон Божий, что он говорит. Обыкновенные волосы так много значат. Не только волосы. Ибо сама природа учит. Но как природа что учит? Если мужчине не стричь волосы, у него такие же длинные вырастут. Как она учит, как природа? Научить размышлять духовными критериями, как апостол Павел говорит. Если он сказал, значит, это очень важно. Это все в Новом Завете. Не надо говорить, это Верхозаветнее. Они только еще ко Христу шли. Уже во Христе. Уже община уклонилась. Ее надо выправлять. Надо было поворачивать направо. Притом Павел прибегал к самым решительным мерам. Хотите, я чтобы с любовью пришел лишь жезл, то есть железной палкой? Я вас начну учить. Вам нужно избавиться от этого гнилого корня, который завелся. Освободить, ибо злой корень заражает многих. Да кого он спасать себя хочет? Понимаете, наши рассуждения, они все не от духовного. Духовный человек понимает, что в человеке все связано. И внешние проявления, они говорят о внутреннем. Ну великое ли дело, в бороду там. Ну подрезали наполовину-то. Да никто внимания сегодня не обратил. Бритые стоят священники. В Иерусалим не войдете. А почему не в другой город? Да потому что это были послы Давида. Эти люди занимали важное место. Посол, это представитель государства. Его обратно не запустил Давид, пока отрастет борода. Они никогда, видимо, не замечали, как она растет. А уж тут-то каждый день, во примере, дома жена, дети, хозяйство, командировка кончилась. Проходит месяц-другой. Какая была борода? Ну я не знаю какая. Ну какая примерно? И допрос шел. А нужна ли эта скрупулезность? Открой книгу Левит. Человек попал в беду. Что-то у него не получается. Девушка дает обед. Обед перед Богом. И она обязана сразу подойти отцу и сказать. Я дала такой-то обед. Ну какой обед? Что-то не есть. Это давали обед на зарейство. Нельзя к мертвому прикасаться. Про одну описывают. У ней обед 5 лет. В конце 5-го года умирает ребенок. Она прикоснулась к мертвому. 5 лет пропала. Она опять, по-моему, начинает. Прошло время. Уже 5-й год заканчивается. Снова коснулась. Коснулась к мертвому. Умер отец. 5 лет пропала. Она снова. Она 4 раза. 20 лет обед на зарейство. Обед на зарейство. Ни ягодки, ни шкурки от винограда, ни хосточки. Ничего нельзя есть. Ни вина в рот брать. Да как это к нам разве относится? Ты слушаешь, что Писание говорит. Если ты считаешь, что ты в Новозавете, ну признай уж, пожалуйста, с исхождения сделай, что Павел тоже был в Новозавете. Апостол Павел. И он на этот обед упор делает. И он отращивает волосы. Так он в Новом Завете или нет? Ты вообще-то ничего не понимаешь. А зачем ты, Павел, это делаешь? А чтобы приобрести некоторых. У него другой заботы не было. А сегодня так, пойдешь, отключу, в храм пойдешь, отключу, встречаться будешь. Сегодня совершенно анти идут священники. Какие бы ни были они, старобряческие, православные, там ваптисты. Да, там и священников нету. Только туда не ходи, чтобы не потерять свою пасту. Нам пишет иеговистка. Мы посылаем ей книгу, к истинному православию. Они это всем рассылают. На нее, как свои, насели, посещают, получили письмо. Любыми путями сожги эту книгу. Она говорит, я не могу никак ее сохранить, мне жалко труд людей. Ну ладно, ноги больные, маленько выздороветь, на дачу поеду, я там сожгу. Куда ее выслать, они не знают. Каждый бьется за свою пасту. А куда ведет, он не видит, он не знает. Ну ты покажи, что против или как. Человек этого не понимает. Апостол Павел напоминает нам, рассудите сами. Значит, рассудительности нет никакой. И вот спорят на каждом шагу. Апостол Павел говорит так. Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Нам спорить не надо. Спорит тот, кто ничего не знает. Написано, фарисеи спорили с учениками Христовыми. А почему не Христовы ученики? О, это иезуитство. Это иезуиты. Какие иезуиты, когда Писание так говорит? Пустые слова, а они будут требовать наказания Бога. В другом месте считаем, как Христу пришли по лисе и спорили. А Христос не спорил, нет. Я стал смотреть эти места, никто из святых отцов не объясняет даже это. Я стал размышлять, долго размышлял. Потом думаю, ведь не спорят-то кто? Тот, кто ничего не знает. Вот спорит. А кто знает, он возвещает истину. Христос что будет спорить-то? Ученики Христовы, они возвещают. Нужен вот так. Ты видишь, не принимай. А написано, после первого-второго вещания отойди от него. Два. Отойди, больше не говори. Почему? А они заражены страстью словопрения. Они больше ничего не знают. Они нападают. Вот сейчас мои труды выставлены в интернет. Но нападают те, которых ничего нет. У них нет ничего. Они обещаны все время бегать, как маленькие собачонки вокруг чужой колокольни. Вот такое сравнение дает один писатель. Ты сам что-то создай. Кончил высшее учебное заведение. Ну и что? Ты чужие труды поглощал. Знания есть. Ну теперь сотвори. Что? Ну что? Там вся жизнь закончилась. Бог дал тебе образование, это дело. Ты ввести это в себя. И теперь распространяй. Вот дети, я над ними дружусь. Каждое утро с утра до вечера. Они ничего не знают. Так, а всего прошло меньше недели. Результаты уже явные. Вот с вашими людьми сколько занимался. Дед еще не сказал. Все помнит. Уже издалека идут, улыбаются. Уже показывают и платочки, и все остальное. Так, так важно это. Важно. Это настолько важно, что без этого маловажного, важного вообще не будет. Кто не верен в малом, как Бог доверит больше? В первом послании Коринфе 14, 33 говорит. Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах и святых. Оттуда вывод, что мы не церковь, если по-другому делаем, и не святые. Кто бы хотел спорить, то мы не имеем такого обычая, запятая, не церкви Божьей. Церкви Божьи не спорят. Все нельзя объяснять. Такие мелкие детали, это мы на месте сами решим. Бог обращает внимание, дает закон на то, о чем сегодня даже и говорить, сказали бы, в приличном обществе-то не стал. Пошел за стан, по-тяжелому, на двор, возьми с собой лопатку и за рой. Написано, все израильтяне ходили с саперными лопатками. А какая она должна быть, это точно, какой ты начеринок, ничего в мире этого не пишет. На месте уже смотри, как тебе удобно. Но главное, она должна быть у тебя. Главное, ты должен помнить, это делается для того, чтобы посреди тебя ходит Господь. Мы пришли в рам, здесь Господь. Все должны быть в платках. Волосы должны быть совершенно закрыты. Это у нас принято так. Это национальные обычаи. Я смотрел, как у киргизов носят определенный покров шляпы. У тургмена своя форма, у еврея своя. Почему русские все потеряли? Поэтому мы, как нация, потерянные. Мы должны сохранить все свое русское. Да вот вы затеяли пояс. Это местные говорят, христиане. Я не затеял. Я тебе говорю, 108 раз в Библии говорится о поясе. И один раз так и без пояса. Когда враг пришел, а его упрекнули, ты, говорит, хвалишься, как распоясываешься, после фронта пришел. Распоясанный хулиган. Надо с трепетом относиться к каждому слову. Как коринфины посмотрели друг на друга без платка. Может быть, в Старе у тебя нет там еще платка на голову надеть. Вышли на улицу. Мы обратились от язычников. А что у нас такое ярмо накладывает? Я представляю, как это сегодня говорят. У нас люди, которые были здесь, принимали крещение в прошлом году, они сразу полюбили нашу форму. И в Германии сестра здесь, как священники ополчились. Снять платок, отлучать. Отлучать за платок. Бог не послал нас отлучать. А сказал, идите, возвестите, ищите потерянных овец. Это антихристы, в Ряса. Это самое натуральное антихристы, как Иероним Средонский говорит. Идало позлащенное послово Василия Великого. Церковь восстановила, никогда не спорь. Тяжко тебе. Тем более себя смери. Я еще более тяжко сделаю. Даже в Библии есть такое написанное. По одному месту нельзя решать. А надо все места Библии брать. Написано. Мария Магдалина шла на рассвете. На рассвете была она. А другой евангелист говорит, очень рано. А третий говорит, когда было темно. И церковь взяла самый первый вариант. Когда было темно. Почему? А там она приходила уже не первый раз. Очень просто решается. Ты услышал, да вот у людей есть вот так принято. А ты посмотри. Этот обычай. Может быть нам давно пора запрести. Почему так принято? Почему они руку на сердце кладут, когда кланяются? Откуда это у народности такое взялось? У нас этого нет. Поклонился и все. У других шляпку снимает. Это национальный обычай. А в церкви покрытые. Мужчины должны быть раскрыты. Волосы должны быть острижены. Мы не имеем обыча спорить ни церкви Божьей. Я тоже об этом не думал. Стал смотреть. Так это выходит тогда мы и не церковь Божьей. Да, в церкви оба еще не спорить. Надо принимать. Благоговейно целовать. Поклониться и сказать. Слушаю, господин мой. Владыка, говори. Раб твой слушает. Первое к Коринцам 14.33. Жены ваши в церквах да молчат. Ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении. Как и закон говорит. Жены в церквах. Где жены говорят, это не церковь. Вот и все. Тебе непонятно, что 12 апостолов Бог избрал, ни одной женщины нет. Тебе какие еще доказательства-то нужны? Пророчицы были. Девора была пророчица. Женщины. А священника не было. Но и все на этом. Епископов и ставят сегодня. Такая мерзость. Санамитов ставят. Священниками епископов. В конце концов дошли. Плотовый. Антихищество-то не надо. Он уже давно залез. Ждать его не надо. А когда мы во всем в малом содержим чистоту, тогда понятно. Благоговейно приготовился. Ребенка проверил. Он идет в храм. Храм Божий. Все время добавляйте. Не в храм идем просто, а в храм Божий. Этот храм не попам принадлежит. Не монахам. И не нам, никому. Он Божий. Написано. Израиль должен предстать был трижды пред лице Господнем. На колесо Господне везде. Не надо рассуждать. Ты должен идти в Иерусалим, зайти в храм и встать перед лицо Господне. Об этом молился Соломон, закончив строительство. И кто бы ни пришел, предстал пред лицо, поет в этом месте. Мы и долго знаем перед лицом Божиим. Но Библия указывает конкретно. Я должен быть в храме общей объединенной молитвой. Достичь Бога. 1 Тимопея 6, 3, 4. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Тот горд ничего не знает. Но заражен страстью к состязанию словопрения, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Из-за одного пояса. Сколько вы борьбы здесь провели? Ребятишки по сегодняшней день некоторые бегают. Ваши деревенские. Почему? Родители. Страстью к словопрению. Что бы ни сказал, он все найдется против. Не важно о чем. По сельскому хозяйству где-то. По празднованию где-то. Это страсть. И страсть это конечно не от Бога. Повторяю. Апостол Павел говорит Тимофею. Кто учит иному не следует здравым словам. Течение о благочестии. Благочестие. Ну представьте. Растегнутый, пришел без пояса, без плотна. Ну какое это благочестие-то? Благочестие во всем. И оно на все годно. Все остальное, миловидность, прекрасная, красивая девушка, женщина. Это все обманчиво написано. А благочестие навеки. Навсегда. Тебе даже не нравится что-то. Принято обычно. Скажи, я смиряюсь перед Господом. Ничего не потеряешь. Ты посеешь так доброе семя. Вырастет добрая жена кому-то. Приучите благоговерие перед отцом. Чтобы мать никогда не прикословила отцу. Отец вышел, оборони вас Бог обсуждать действия отца. Ни единого слова. Отец за дверью. Ты сразу, я папу огорчила, дядя Станин на молитву, он пошел. С чем он пошел сейчас? Помолимся. В первую очередь о себе. Установите авторитет отца. Отец, конечно, отторитет матери. Но помните, он главный. Это в детях должно быть заложено. Благоговейное отношение к мальчикам. А у него трепетное отношение к ней пальцем не затраги, как у нас в лагере устав. Не допускайте ни выиграть, ни где, чтобы девушку хватали. Сохраните ее. Сегодня это вопрос центральный. Россия исчезает. Почти 2 миллиона каждый год умирает, исчезает, не восстанавливается. И все это начинается сегодня, здесь. У мусульман этот вопрос никогда не возникал, его и не будет. У нас в среднем один из семь ребенок в семье. У них семь. Разве са? Посчитай. И что дальше будет? Через 50 лет-то вообще эти храмы будут отданы мусульманам. Они будут жить, нас-то никого не будет уже. Деяния апостола 21-24. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову. И узнает все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Это советуют апостолы, которые, конечно, не были выше Павла. А почему он сам не додумался? А нам и не дается все. Надо быть внимательным. Мы знаем, вождем народа израильского был избран ученыш и муж того времени. Моисей учился при фараоновом доме, воспитывался. Там лучшие воспитатели были, как у царских детей. Пришел тесть. Жара, народ стоит, целый день он посмотрел, а что не целый день? Он говорит, устал так за день. А что делать? Да вот разрешал вопрос. А почему ты все сам решаешь? А кто решает? Они так нарешают, что... А ты сделай так маленькие дела, там, по курицам, по всему, пусть решает один. Большая потеря лошадь, пусть сто начальников, будет тысяча начальников. А уж до себя доводи важные государственные преступления. Послы, когда придут. Но президент-то не решает наши эти дела, там, по земле и прочее. Для президента-то другие, более важные дела. А что Моисей сам не может дадуматься? Иоанн задумался, объясняет, не все дано. И Бог специально так сделал, допустил, чтобы Моисей такое простое дело, и не понимал. А тесть? Тесть пришел, подсказал, а мы еще лучше относимся к Моисею. Какой он был молодец. Он знал, что по грамоте тести с ним не сравнишь. У тести-то всего семь девиц, больше ничего не было, и барашки. А у этого народ идет многомиллионный. И, видимо, сразу подумал, поблагодарил тесть. Я по-другому просто не уже сказал, благодарю тебя, отец. Как ты подсказал? И до завтра назначил, один день на это потратил, и все. Он освободился. А что мы из этого имеем? А то, что сегодня в храмах делается. Вот мы ездим, если Бог даст уже заранее, молите, чтобы благовестие наше получилось. Куда бы ни приехал, со священником, вы извините, я тороплюсь. Притом все одинаково торопятся. Дела заброшены, над людьми не работают. И все они торопятся и торопятся. Куда торопишься-то? Куда? По всяким мелочам. Пришли. А у меня венчание сегодня. Никого нигде нет, стояли, нету, никого нет. Какие-то акаписты заказывать. Ну да, ему бабка, она просчитает акаписты. Ты на более ваши дела. Мы приехали такую дать. Слово Божие привезли. Ему это не надо. Так далеки мы от того Моисея, который умел прислушиваться. Притом это не в одном месте, а абсолютно везде одинаково. Везде. Выход где? Спорить не надо. Принять. Приложить своему сердцу и распространять. Апостол Павел прислушался к апостолам другим. Да там даже не апостолы, братья были. И сказали, вот пришли из нас все люди, они дали обет, волосы во время Назарейства не стригли. А когда уже Назарейство окончалось, надо было жертву принести. А это деньги стоило. Жертву немаленькую. В три года один раз селкана приходил, приводил трех тельцов. Это три быка гнать впереди себя. И оставить их в храме, домой пешком пойдешь. Три тельца. И все прибытки какие были. Павел прислушался. А сколько человек, где это сделать в храме? Павел знал, как его ненавидеть. Они подставили его. Его там схватили и едва не убили. Но у Бога это было выберено. Апостол Павел никак не мог увидеть Нерона. Он не мог послать послание и сказать, Нерон, прими меня. Я тебе расскажу о Христе. Никак. А вот теперь, когда его этапируют туда, а на это уйдет четыре с половиной года, и он предстанет перед императором. До четыре с половиной года. Как вспомнишь? Господи, прости нас, греши. Что мы надеем? До четыре с половиной года Павел-то обошел бы весь Ближний Восток. Все это правильно. Но Павел-то во время там нахождения-то... Сколько посланий написал-то? Послание к филиппистам, он все это из тюрьмы и писал. А сколько людей к нему приходило? Ты до конца все раскрути и увидишь, у Бога все это выберено. Все наши платочки у Бога подсчитаны. Как мы с каким благоговением, с каким страхом? Если ты приходишь перед начальником армии Голдобора, небольшой начальник, лейтенант, расстегнутый, тебе что будет? Ты на кухне сгниешь, там будешь сидеть, а то и больше получишь. Почему ты считаешь, что без Бога ничего? А Бог что? Начальник? Так и написано. Начальник, совершитель веры. А Бог что он? Да не надо тебе рассуждать. Застегни буловку. Из данной буловки. Я был свидетель, как у нас, а один стал противоречить. А я не застегну. Пошли вы, еще одна кухня, значит. Доложили выше, вызвали. Застегни. А кто ты такой? Два наряда. А я не пойду. На Голдвахту. А я и там не почуюсь. Моенный трибунал. Все. Это при мне было, я и фамилию его помню. Теперь он назад мы все развернул, а эти пугаки языком мы все вылезли. А уже никто не понимает. А там в мороз выгоняют босиком, и бьют прикладами. У него пальцы все отмерзло. Что там делают? Мне надо рассказывать. Доказать у людей так. Неужели Бог нашу гордыню не сломит? Тебе сказали правила какие. Стоять спокойно. Стой. Молись. И скажи, Господи, Ты привел меня в то место, где учат, как славить Бога. Вот представьте, что человек волосы снимает, а он на висках оставляет песен у евреев. Я первый раз в бане увидел такого старика, я вокруг его обошел, и думаю, что это такое? Никогда такого не видал. Но я ничего не знал. Первый раз в город приехал. И это считается необходимым. Прямое указание. Не стереди виски на висках твоих. Зачем Бог указал? Ты можешь только догадываться. Я нашел, что в Ореле битвы, сражения в темноте, они сразу узнавали своих раненых, где вытаскивать. Как что? А может быть, что-то еще другое? Никто из святых отцов не объясняет. Но нарушать не надо. У нас принято края бороды не портить. Не трогай. И скажи, Господи, об этом написано, о послании Евгения. Я принял. Но главное, два слова запомни. Христос и воскрес. Христос и воскресение из мертвых. Это самое главное. Научите детей два слова почитать. Христос и Библия. Пока достаточно. Ни дня, чтобы не было без чтения Библии. Ни дня не было без молитвы. И вы видите, как все будет меняться. Апостол Павел проповедовал о Христе и воскресении. И говорит, проповедует о чужих божествах. Они слово воскресение приняли за богиню Анастасию. Вот как толкует Божийный Капелаг. И нас должны понимать. Мы, чадо, церкви, чадо послушное. Вот у нас нет семи поклонного начала, как у старообрядцев. Я бы хотел, ну, не принято что-то или чем это связано. Как хорошо, одинаково все поклонились. Одинаковые настрои молитвены. Вот святые Божи, я говорил об этом уже, чтобы все до одного знали, где кланяться. Это объединительная молитва. Мы в едином поклоне, как единое тело перед Господом Богом. Примещайте дома их детей. Дети, которые не хотят кланяться, не убеждайте меня, что дома поклонов есть. Там поклонов нет. Милостивый Господь сегодня достиг нас своим покланием и говорит, рассудите сами. И мы рассудим. И придем к убеждению, что все написанное в Библии полезно для научения и для нашего спасения. Аминь.